Всем привет, друзья! Меня зовут Юля. Я нахожусь в своей парфюмерной студии S.B.U.K.E. И сегодня я хочу немного пошалить и создать аромат для дома, а именно для кухни, в бутылочке из-под Кока-Колы. Но не простой бутылочке, она вот так выглядит. Это такая аптечная коллекция ароматов Кока-Колы. Эта бутылочка была произведена в 1899 году. Это была самая первая бутылка Кока-Колы. Она еще пробкой закрывалась. Сейчас, конечно, уже таких не выпускают. Но вот такое воспоминание об истории создания напитка Кока-Колы у меня сохранилось. У меня здесь ротанговые палочки, которые будут распространять будущий аромат. Аромат, который я буду создавать для кухни, будет включать в себя, конечно же, аромат Кока-Колы. Я очень люблю цитрусовые, они по утрам хорошо бодрят. Поэтому это будет эфирное масло лайма и лимона. Будут травы, розмарин, эфирное масло. Имбирь, тоже эфирное масло. И хочу добавить еще немножечко специй. Это будет у нас перец. Традиционно все диффузоры готовятся в двух фазах. В одной склянке это специальное масло, а в другой парфюмерный спирт. Ну что, поехали? Итак, добавляю Кока-Колу. Достаточно в большом объеме. Потому что это будет самый главный аромат в моем диффузоре для кухни. Меня очень часто спрашивают, как я могу так быстро считать количество капель. Просто я знаю, сколько набирает каждая пипетка. И поэтому считать каждую каплю медленно нет необходимости. Плюс вам, наверное, было бы достаточно скучно смотреть, как я высчитываю 100 капель. Например, поэтому, как правило, всегда все устояется. Окей, Кока-Колу мы добавили. Теперь добавляю имбирь. Натуральное масло имбиря. 20. 40. 60. 60 капель имбиря. Розмарин. 30 капель розмарина. Я обязательно записываю формулу, чтобы не забыть. Дальше обязательно цитрусы. Лайн. Вообще цитрусы прекрасно бодрят по утрам. Если, например, вы не пьете кофе или кофе вас не сильно бодрит, то это прекрасное подспорье. Цитрусовые ароматы пробуждают наше сознание. И лимон. И для колкости аромата добавляю черный перец. Записываем. Перемешиваем. У меня здесь специальная салфетка, которой удобно вытирать стеклянную палочку, чтобы она не разбрызгивалась. Потрясающий аромат получается. Такой травяной. При этом цитрусовый, свежий. И приятные сладости кока-колы. Хочется сразу танцевать, какого-нибудь пати. Праздник нам приходит. По-другому не скажешь. Так, теперь я смешиваю две фазы. Так, еще раз перемешиваю. Сушу палочку, чтобы у нас было красиво. Переверну салфетку. Потрясающий аромат получился. Очень приятный. Убираю палочки. Заливаю в бутылочку. И ставлю палочки. Добавила немножечко волшебства, и цвет жидкости изменился. Теперь это совсем похоже на настоящую кока-колу. Но пить ее не нужно. Это ароматизатор для кухни. Если вам эта идея близка и интересна, ставьте лайк под видео. Следите за нашими следующими видеоисториями. И, конечно, приходите к нам в студию создавать собственные домашние ароматы. Либо онлайн. Это тоже стало возможным. Спасибо, что смотрели. Пока-пока.